Федеральное бюро расследований США вело слежку за известным во всем мире колумбийским писателем Габриэлем Гарсио Маркесом более 20 лет, сообщает газета Washington Post. Согласно данным газеты, слежка за лауреатом Нобелевской премии по литературе началась в 1961 году по приказу тогдашнего главы бюро Эдгара Гувера. В то время 33-летний Маркес приехал в Нью-Йорк вместе со своей женой и сыном, чтобы работать в новостном агентстве Пренса Латина. Газета ссылается на рассекреченные документы, полученные от ФБР, существование которых ранее не афишировалось. ФБР предоставила в распоряжение газеты 137-страничное досье, собранное на писателя за 2024 года. В то же время еще 133 страницы из досье остаются засекреченными. Возможно, в них содержится информация о том, по какой причине власти США вообще начали наблюдение за известным писателем. Родриго Гарсио, сын писателя, отметил, что члены семьи никогда не замечали слежки за собой или за отцом, но при этом он не был удивлен данному факту. Учитывая факт того, что этот колумбийский парень открывал в Нью-Йорк и колумбийское новостное агентство, было бы странно, если бы за ним не следили спецслужбы, отметил сын писателя. Маркес скончался 17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет в Мехико, где жил на протяжении более полувека. Писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, Маркес стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления магического реализма и корифа и латиноамериканской и мировой прозы 20 века, он является автором всемирно известных книг, таких как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет». Субтитры создавал DimaTorzok